Сегодняшнее наше собрание является знаковым историческим моментом в развитии Союза Добровольцев Донбасса. Очень долго наша организация не имела прямого отношения к внутриполитической жизни Российской Федерации. Но любая организация должна развиваться. Если она не развивается, она умирает. Итак, наша организация развивается. Более того, в отличие от многих других ветеранских организаций, ну, не хочу говорить о многих других, наверное, это не совсем правильно, но я просто хочу сказать, что Союз Добровольцев Донбасса – это организация, которая объединяет людей самых разных политических убеждений, взглядов и левых, и правых, но Донбасс послужил очень важным местом, в котором фронтовое братство послужило основой объединения, патриотической основой объединения, людей самых разных политических взглядов изначально. И боевое братство оказалось сильнее, чем какие-то противоречия, которые возникали иногда, споры, которые возникали между теми или иными добровольцами, ополченцами, группами добровольцев и ополченцев. И поэтому Союз Добровольцев Донбасса позволил сплотиться массе добровольцев и стать единым целым. Естественно, люди активные, пассионарные и должны реализовываться не только на войне, и, собственно, должны доказать, что мы можем не только воевать, не только защищать Родину на полях сражений, но и что-то сделать в мирной жизни. Поэтому мы избрали путь вхождения во внутреннюю политику Российской Федерации. И теперь мы с огромным удовольствием объявляем о том, что мы идем на предстоящие выборы вместе с партией «Единая Россия». Конечно, у многих людей могли бы возникнуть вопросы, почему именно партия «Единая Россия». Но партия «Единая Россия», как правящая партия, как партия власти, конечно, отражает основные центральные идеи, является выразительным центральным сил российского общества. Естественно, есть крайне правые, есть крайне левые, есть оппозиционеры, но «Единая Россия» — это прежде всего, и для нас это принципиально важно, партия президента Российской Федерации. Владимира Владимировича Путина. А к президенту Российской Федерации мы все, добровольцы и ополченцы, в целом добровольцы, мы не просто лояльны. Многие из вас, большинство подавляющее, были на Донбассе уже в 2014 году, весной и летом 2014 года. И мы все отлично помним и знаем, что именно решения, которые принял президент Российской Федерации, позволили сохраниться русскому Донбассу, выжить и выстоять, и победить. Да, победа пока не полная. Мы это прекрасно знаем. Но то, что республики, возникшие весной 2014 года, сохранились и живут до сегодняшнего дня, мы на этом республике обязаны решением всей элиты Российской Федерации. Но прежде всего, конечно, решением президента Российской Федерации. А мы, находившиеся там, в общем, помним о том, что к сегодняшнему дню практически никого бы из нас не было в живых, или совсем никого, если бы не эти принятые решения, если бы не помощь российского государства русским людям Донбасса. Поэтому у нас особый долг и особые обязанности перед президентом Российской Федерации. И поэтому, конечно, естественно, что мы готовы поддержать партию президента Российской Федерации, единую Россию.